И вновь здравствуйте, любители аюрведы! Сегодня поговорим про такую специю, а также лечебное растение, как кардамон. Латинское название Эллетрария кардамонум. Название в латыни, ботаническая эллетрария, явно имеет отсылку к названию на санскрите. На санскрите она называется Эла, на хинде Элачи. Связана с богиней Ила, женой Будхи и богиней плодородия. Как связан кардамон с плодородием? Для этого надо посмотреть, как он растет. Он растет у самой земли, поэтому и связан с плодородием. Перенестимся в Индию и посмотрим на это растение. Нашел очень редкое, ну не редкое, такое весьма уникальное растение. Это кардамон. На санскрите называется Эла. Эла, этот корень Ила означает земля. Почему? Потому что никакого кардамона на нем не растет, но, как говорил Козьма Прудков, тут надо зрить корень. Вот, если мы посмотрим на корни, вот тут отделяют такие веточки. Скорее, где они цветут. И вот только вот в одном из двух местах я нашел вот веточки. Вот он, кардамон. Стричочки кардамона, которые позже вырастут. Вот они. И тогда они будут свистеть. Как вы видите, плодики или стрички кардамона достаточно маленькие. На каждом растении их не так много. Поэтому даже сегодня, смотря на все промышленные масштабы, кардамон является одной из самых дорогостоящих специй. Куда она только не применяется. В овощные блюда, в добавках к сладостям. А часто его просто подносят на блюде, предлагают пожевать после еды. Иногда некоторые любят добавлять кардамон в кофе. Оно дает санацию рта. Оно от этого входит в состав аюрведических зубных паст. Дает свежесть и улучшает пищеварение и дыхательную систему вместе. Поэтому кардамон можно встретить в аюрведе и в средствах для пищеварения. Например, в средстве Avipaticar, предназначенной для изжоги кардамон. При большом аромате он оказывает легкий охлаждающий эффект. Он баланхирует питу, что редко для специй. Кардамон можно встретить в составах для лечения легочной системы. Например, в составе сетопалладия кардамон является следующей по влажности после пиполи. Вы знаете, пиполи обладают уникальным свойством, что он активизирует процесс усвоения воздуха. А кардамон оказывает санацию и он как бы является на втором месте после пиполи по влажности для легких. Бывают даже специальные отдельные смеси на баке одного лишь кардамона. Входят в кардамон и в состав талии сади для горла. Входят кардамон в состав канчанаргугу для лимфатической системы, где нужны обменные процессы. Можно встретить кардамон и в составах для почек, потому что он, например, снижает воспалительные процессы в мочевой системе. Например, при жжении, при мочеиспускании также используется кардамон. Поэтому там в специфических составах чандар-правха или чанданаде также можно встретить кардамон. Как я говорил ранее, кардамон в сочетании с двумя другими средствами, корой корицы и листьями корицы, образует группу лекарств, которые называются три джат. Вот вы уже знаете три препарата, которые начинаются на слот три. Нет, уже четыре. Три кату, три пфала, три мат и три джат. Такой комбинацией, например, посыпается чаванопраш на последней стадии его производства. Когда чаванопраш сварен и отвар такой целебной пасты остывает, на самом последнем этапе туда добавляются вот эти три ингредиенты. Еще несколько для того, чтобы оставить такой приятный аромат, приятный вкус у лекарств и приятный вкус у аюрведы. Обращайтесь на сайт pureherbs.eu для аюрведических препаратов, а для аюрведических процедур на сайт panchakarma.clinic.